Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы поговорим об одном из главных культурных брендов республики – этномузыке, а также о людях, которые ее играют. Где тут люди, пасина, пасина, болит моя колена, колена масляная, счастливая, продвинься до великого дня. Сегодня в нашей студии замечательная супружеская пара, известные карельские этномузыканты, создатели и главные участники проекта «Ярга Саунд Систем», любители необычных музыкальных инструментов и музыкальных экспериментов – Александр Леонов и Ольга Гайдамак. Добрый вечер! Александр, Ольга, расскажите немножко о себе, как вы пришли к этномузыке? И вот к фолку это было как-то сразу, внезапно или пришлось пройти для этого какой-то такой некий путь? А я вообще не разделяю музыка, фолк или этно. Мне кажется, что на сегодняшний день границы как-то стерлись. Начиналось это вообще давно. Начиналось еще в прошлом тысячелетии. Все начиналось с инструментов, да, с музыкальных. А вообще, вот у меня, например, это было сначала изобразительное искусство, да, потом какие-то объекты, потом какие-то инсталляции. Потом захотелось, чтобы эти объекты вдруг зазвучали, то есть захотелось звука, да, какой-то синкретики. И, собственно, пришел к музыкальным инструментам, к звучащим объектам. Ну, и так все потихоньку и пошло. Именно фольклорные и традиционные инструменты, там, йохика, кантеля, духовые многочисленные. А как вот вообще появился ваш проект? Сначала это был РИЛ. Кстати, недавно вышел диск «Странные люди». Как недавно, уж как год. Ну, да, вышел в виниловом исполнении, да, именно РИЛ «Странные люди». Мы собрались, сделали коллектив РИЛ, там был Леша Деревлев, Аркаша Соколов, Сергей Желябин. Все мы сделали вот этот вот замечательный, да, записали этот вот замечательный диск в 2002 году, по-моему. Он увидел свет. Потом, сначала это был РИЛ, потом мы переименовались в АТАГО. Потом, значит, появился коллектив, проект под названием «Ерга Саун Систем». И теперь мы вдвоем. Когда-то зародился этот проект, и впоследствии стал образом жизни, что я уже не могу назвать проектом. Или это наша пара уже такой проект. Последний ночь не денючий, гуляй с вами я, друзья. А за Петрар, она чуть цветучий, заплачь ты вся моя родня. А за Петрар, она чуть цветучий, заплачь ты вся моя родня. Ольга, а вот вы как пришли вот к музыке? По глупости. По глупости. Если бы второй раз, ни за что бы я этого не сделала, конечно. Ну как? Услышала, понравилось. У вас высшее музыкальное образование? Да, да, к сожалению. А вот вы стараетесь как-то вот от академического какого-то начала идти? Ну я так чувствую, что академическое меня все-таки пронизывает насквозь до такой степени, что это уже часть меня, а не что-то такое отдельно от меня стоящее, то, о чем я знаю. И поэтому, вероятно, что-то я такое привношу. И мне это нравится, что, может быть, я в чем-то стараюсь что-то идеализировать. Именно академический у меня подход к каким-то нюансам. Я говорю, что границы стерлись между академическим джазом или фолком. Сейчас же очень много именно таких синтетических направлений и течений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, собственно говоря, нужно еще вспомнить, что мы очень много работаем для театра. Немножко для кино, но в основном для театра. И в основном для театра кукол. И как раз вот именно вот иногда спрашивают, а вы вот только фольклором, ну вот, например, художественные руководители театров или директора, а вы вот только фольклор, да? Почему только фольклор? Не только фольклор. Мы и записываем и в оркестрах, да? И стараемся именно вот для театра писать именно живые инструменты, живую музыку, а не на клавишах и синтезаторах. Клавиши и синтезаторы – это постольку-поскольку, да, для атмосферы. А в основном вот живое звучание инструментов, особенно для детей. Чтобы ухо, да, и чтобы человек, маленький человек привыкал к настоящему. Александр, а вот вы в своем творчестве стремитесь возрождать старое или создавать принципиально новое? Что для вас важнее, да, вот фольклор или какие-то авангардные поиски? Помнить старое и создавать новое. Не бывает в отрыбе одного от другого. Это как большое дерево, и корни, которые мы не видим, особенно если дерево тысячелетний, где у него там корни, давайте забудем о них. Нет. Для того, чтобы создать что-то новое, модернизованное, там, или, не знаю, мега-современное, оно всегда должно подпитываться самыми глубокими корнями. Одним для меня лично вот из самых таких интересных ваших проектов стал «Лодка струн». Идея зародилась очень давно. Ну, как-то мы ездили, вот, Ергой, как раз, на фестиваль Сомола. И там, значит, есть такой профессор Академии Сибелиуса, Тима Виананин. И у него был сделан такой огромный кантель, большой, высшечеловеческого роста. А потом мне Карху, еще до этого, Карху Александр Медведев, замечательный карельский музыкант, он рассказывал, ну, по крайней мере, у него такая версия, что карелы переворачивали вот эти вот лодки, долбленки, и использовали его как сигнальный ударный инструмент. Я подумал, а зачем строить огромный кантель, когда уже есть лодка-долбленка? Она вполне функциональна, да, сама вещь в себе, да, на нее можно натянуть струны и использовать ее и как ударный инструмент, и как щипковый, как гигантский кантель или гусли. И вот в Суздале один коллекционер, который там, у него там дача, и он три таких лодки приобрел, и одну дал для лабораторных целей. И, собственно говоря, вот была возможность натянуть струны, поиграть на этом инструменте. КОНЕЦ Все это было так странно очень. Я еще туда все время не успела приехать. Саша позвонил домой и говорит, ты знаешь, я тут на лодку струны натянул, играю. И опять. Всякие у нас эксперименты. Как мне показалось, это неубедительно, ну, как эта лодка там что-то звучит. Она же расстраивается, наверное, беспрерывно. Она такая огромная, вместо струн, что там, веревки, да? Не стропы. А потом приехала, увидела, действительно, думаю, она даже интересно звучит, играет. Я так расположил струны на этой лодке, чтобы можно было ее использовать, именно оснащенную струнами, использовать по назначению, то есть плыть. Идти по реке. С ней и утонуть. Нет. Идти по реке, и плыть, и петь. Собственно говоря, на реке Каменке... Хотя бы играть. Да. Ну, это поэтично, да. И, собственно, на реке Каменке мы неоднократно там и играли, и звучали, вот прямо плывя. Ольга, вот сложно вам было учиться играть на лодкострунке? Я все время, каждый раз, заново училась. Не знаю. Ну, с одной стороны, кажется, может быть, это очень просто, а с другой стороны, из-за того, что это очень огромный объем, то, что ты делаешь, и кажется, что это просто, это на самом деле не просто. Музыка. Музыка. Еще один ваш проект, о котором было очень хорошо известно даже широкой публике, это Ледяной оркестр. Вот как вообще вот эта идея появилась? В Норвегии я слышал, что уже давно это используют. Вот почему вы решили вот у нас эту традицию прививать? Ну решил прививать, но что-то как-то продолжение не привилось. Вообще лед это такой очень зыбкий материал. То есть температура на улице, она очень-очень зависит, оказывается, на звучание льда. Вот, например, если бы в этом году мы заявили бы там какой-то ледяной оркестр, у нас бы ничего не получилось, потому что все таяло. Ну а почему такая идея появилась? Понятно, каждый год проходит такой прекрасный фестиваль ледяной скульптуры, такой красивый. Почему было его не озвучить? А как его лучше всего озвучить? Именно на ледяных инструментах. А какие-то вот свои, я думаю, что Александр не мог не придумать каких-то своих инструментов для этого оркестра. Да, свой оригинальный инструмент это вот серпент труба такая, ну как традиционный, вот допустим, с армии, да, он просто из двух половинок складывается и все. Вот это же еще нужно было как-то подзвучить. Ну подзвучить, да, это уже технические тонкости. Мне кажется, целая такая наука. Я бы с удовольствием поучаствовал бы в каком-нибудь норвежском таком фестивале, но, к сожалению, пока что-то у нас два года перерыв, хотелось бы, конечно, возобновить ледяную музыку. Ну это, конечно, без какой-то поддержки такой реальной, финансовой, не осуществить, потому что, ну, дорогостоящий проект. Как и лодка, собственно, лодку возить тоже в карман не положишь ее. Ну, тем не менее, лодка сейчас путешествовать будет. Будет автопробег мира в рамках пятидесяти лет. Это также в рамках той же самой творческой лаборатории «Человек». Игра три тысячи, да. Да, игра три тысячи будет проходить вот такое интересное путешествие. В честь пятидесятилетия автомобиля УАЗ «Буханка» будет шесть буханок таких творческих. Там в одной из этих буханок будет оборудована студия, в других будут мастерские. И от Белого до Черного моря они хотят ехать на этих машинах. На одной из буханок будет путешествовать наша лодка. Да, творческая лаборатория. И вот в том числе и лодка струн. И путешествие начинаться будет в Беломорске? Правильно я поняла? Ну, в Москве, потом в Беломорске, ну, в смысле, через Петрозаводск мы поедем из Москвы, через Питер, Петрозаводск, Беломорск. Да, в Петрозаводске этот проект тоже будет участвовать. То есть могут люди увидеть, познакомиться вообще с этой творческой лабораторией. Планируется 19 апреля. 18-го русский музей, 19-го Петрозаводск. Ну, там, может быть, будут какие-то податные... И конечная точка путешествия в Сочи или... Чёрное море, я не знаю. Ну, в общем, от Белого моря до Чёрного моря. Я так понял, на каждом этапе это будут концерты, различные творческие акции. Да, да, да. Да, да. По крайней мере, в 2000-е годы Карелия была одним из таких... Ну, стала одним из таких мощных центров фолк-музыки. Движение было достаточно популярным, широко развернуто. А сейчас, какие времена оно переживает? Удалось ли как-то сохранить свои позиции в корейской фолк-музыке? Или что-то уже изменилось? К сожалению, к сожалению, кризис во всём. Не только... Ну, да, и кризис во всём, и всё-таки, мне кажется, основоположником для Петрозаводска, такого вот именно фолк-центра, это был центр Мюллерит. И всё это благодаря... Ну, да, мы можем только вспоминать. И благодаря центру Мюллерит приезжали из Индии, да, из Раджастана. Из Индии, из Тубы, музыканты, прекрасные мегазвёзды, хунхурту. И фестиваль был такой просто уникальный, наверное, для всей нашей страны. Вот, ну, как он возник, так он так же быстро как-то исчез. И исчез. К сожалению. Да. Тут были попытки Деда Феста в память... Бакадорова. Александра Бакадорова. Ну, это лишь попытки такие, а вообще хотелось бы... Вот как вы думаете, с чем связан вот такой вот спад? Всегда всё упирается в деньги. Конечно, да. Исключительно. Можно ничего не придумывать, сразу называть вещи своими именами. Ну, то есть господдержки нет, да? Не знаю нюансов. Ну, вот, например, «Центр-выход», да, тоже. Ну, это другая немножко сторона, да. Это тоже мощные культурные акции и выходки, и отпечатки, да, от Ринали замечательные, где тоже участвовали не фолк-музыканты, но и фолк-музыканты, кстати, тоже. Вот хотелось бы тоже, да, вот и с этой стороны тоже какого-то развития. Тоже ничего нет, ничего не происходит. Ну, выставки, да. Это же не государственная там поддержка или не поддержка министерства культуры. Это всё самостоятельная деятельность, это всё свои проекты написаны, это всё грант какой-то. И вот когда уже он иссякает выигранный грант, всё, собственно, и заканчивается. Ничего больше нет. Вот пока опять какой-то, не знаю, целеустремлённый человек опять что-то крупное не сделает, не напишет какой-то проект, не найдёт самостоятельно каких-то денег и не сделает это вот культурное чудо для города или там республики. Обычно так всё. А вообще вот людей, которые способны, вот которые могут это делать, вот сейчас у нас в городе много, которые потенциально могли бы, если бы там должным образом давали возможность. Есть люди, которые могли бы. Вот с нетерпением ждём проекта совместного с норвежскими театралами и музыкантами «Точка кипения» будет проходить в мае месяце в Национальном театре. Вот с нетерпением ждём. Может быть, вот какие-то совместные, да, вот особенно Баринс регион. Очень важно вот это вот всё нам как-то вместе собираться, хоть иногда. Ну вот как-то уже можно всё-таки решить эту проблему, может быть, на государственном как-то уровне? Всё-таки терять такое целое поле культуры. Это не от нас зависит уже, да. Ну тут или садишься, занимаешься бухгалтерией, написанием проектов, либо ты занимаешься творчеством. То есть если есть люди потенциально способные что-то придумать и исполнить, нужны ещё люди, которые всё это напишут на бумажках, всё это там отправят куда надо, добьются. То есть сил не хватит и на то, и на другое. То есть должна быть какая-то поддержка организационная. Александр, Ольга, спасибо вам за этот интересный разговор и за вашу музыку. Успехов вам в хранении старого и созидании нового. До свидания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Осенью прошлого года на Всероссийском форуме народной музыки и ремёсел участники проекта «Ерга Саунд Систем» официально представляли не Карелию, а Москву. Если так пойдёт и дальше, сохранит ли наша республика статус одного из крупнейших центров российского фолка? Вопрос остаётся открытым. Это была программа «Культурный разговор». До новых встреч. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова